Ну а наш следующий герой сам построил супербюджетный экодом, а теперь мечтает возвести целую деревню хоббитов. В основе проекта экотехнологии это и минимальные затраты, глина, солома, дрова, короткие сроки возведения, ну и конечно нулевой ущерб природе. Появились и фанаты, на интернет-блог экостроителя уже подписаны более 10 тысяч человек. Об энтузиасте, который готов и строить, и жить в домиках хоббитов, Анна Ковалева. Вот моя веранда, где вечерами на закате, получается там у нас запад, здесь часто сижу, пью чай, наблюдаю за закатом. Евгений Раевский встречает у порога. Его дом приземистый, безугловый, с круглыми окошками. На обычную деревенскую избу не похож. С виду скорее домик хоббита. Возвел его своими руками по экотехнологиям. Эти стены толщиной почти полметра, а внутри них глина, песок и солома. Фундамента под ними нет, возводились прямо на земле. И за пять лет эта конструкция не дала ни единой трещины. Площадь дома 42 квадратных метра. Источник тепла, печь сложной конструкции. Одной протопки в день достаточно, чтобы было до плюс 25. В таких условиях Евгений пережил зиму. Десятитонная земляная крыша с легкостью выдержала метели и снегопады. Риск обвала нет. Стропилы имеют особое крепление. Вес крыши распределяется равномерно. Проект Евгений нарисовал сам. Все началось с похода в горы. Когда поехали в горы с товарищем, увидели всю эту действенную природу, красоту. Я, поскольку прожил все время в городе, этого ни разу не видел. Но первый раз увидел, можно сказать, небо без засветки городской. Когда я увидел такие дома, такое строительство и природу такую действенную, я сказал все внутренности, что я это хочу. Началось все 8 лет назад. Воплотить идею помогло строительное образование. Хотя многие экотехнологии осваивал уже самостоятельно. Место прописки дома Хоббита почти за 400 километров от столицы в Лельческом районе. Мобильная связь здесь не ловит. В деревне живет 6 человек. В основном старики. Молодому соседу здесь рады. Всегда есть кому обратиться за помощью. С первого дня строительства Евгений завел блог. Сейчас в подписчиках 13 тысяч человек. Россия, Украина, Беларусь, почти все страны СНГ и Европа. Среди фанатов немцы. Там экотехнологии в приоритете. Хозяин дома Хоббита стал узнаваем. Все чаще получает приглашения на зарубежные фестивали и стройки. Уже побывал в Молдове и Греции. За неординарным хобби стоит большая бизнес-идея. Создать целую деревню хоббитов со всеми удобствами, куда все желающие могли бы приехать и отдохнуть. Анна Ковалева, Александр Мурашкин, агентство Теленинновостей.